Полдень, жара, Мишка мало лет тридцати, сквернослов и разносчик похабных анекдотов оглядывает двор. Никого нет. Только в дальнем углу возится со своей старой окой дядя Вася. Дядя Вася человек серьёзный, обстоятельный, но других слушателей нет. Привет, дядя Вася. О, Михаил, здравствуй. Анекдот новый есть? Анекдот? Да. А что, сегодня воскресенье? Чему среда? Муж возвращается из командировки раньше времени? Рожа у Мишки начинает лосниться. Муж? Да, раньше времени. Понятно, говорит дядя Вася. Дела все переделал. Работник хороший. Побольше бы таких надо. А то скоро всю страну померу пустим. Разве это работа? Куда вот они смотрят? Кто? Правительство. Да ты погоди. Глаза у Мишки делаются сальные. Муж возвращается из командировки раньше времени. А жена не ждала его так рано. Ясно. Дядя Вася мотает головой, смеётся. Беда. Не приготовила ничего. Моя тоже, как мне. Нет, дня два, три. Ничего не готовит. Говорит, отдыхаю от готовки. Ну, вообще, что хочу сказать. Я за ней, как за каменной горой. Побольше бы таких женщин. Вот ты как хочешь, а сейчас женщины пошли балованные по всей стране. Так разве это дело? Мишка цыдит сквозь зубы. Я тебе, между прочим, анекдот рассказываю. А, извини, забыл. Ну-ну, чего там? У Мишки уже нет никакой охоты рассказывать, но теперь и не рассказывать нельзя. Муж возвращается из командировки раньше времени. А жена не ждала его так рано. Муж входит, а с женой его приятель. Понятно, говорит дядя Вася. Проведать зашёл. Ну, чтобы не скучала одна. Ну, у Мишки снова начинает растекаться по роже улыбка. Для пущего эффекта он выдерживает паузу и уже готов выстрелить самой солью анекдота. Но в это время дядя Вася говорит, побольше бы таких приятелей. Каких, улыбится Мишка. Таких, объясняет дядя Вася. Сейчас вот ты хочешь обижайся, хочешь нет. Одна корысть, а не дружба. Какие-то вы все пошли прохвосты. Мишка начинает смотреть на дядю Васю из-под лобья. Раньше и не просит человека, а видят худо ему, помогут. Сейчас криком кричи, никого не дозовёшься. Разве это дело? Что молчишь? Сказать нечего. Приятель, между прочим, Мишка гнусно ухмыляется. В чём мать родила? Так и раньше небогато жили. Парирует дядя Вася. Делились кто чем мог. У кого ребята постарше, те отдавали соседям, у кого ребята помладше. А как ещё-то? Ну ты сам посуди, своей головой-то. У Мишки на глазах появляются слёзы. Жена тоже, в чём мать родила. А я тебе вот что скажу, дядя Вася отрывается от машины. Бедность не порог. Ты вот, я думаю, зарабатываешь неплохо. А много ты родителям помогаешь? Каким родителям? Своим, каким? Своим-то помоги споро, а потом про чужих спрашивай. При чём здесь родители? А что, они уже ни при чём? Дядя Вася отступает от машины. В руках у него большой гаечный ключ. Уже не нужны родители, да? Чего ты, пядьцы Мишки? Я тебе анекдот рассказывал. Иди ты со своим анекдотом куда подальше. Мишка мнётся на месте. Иди, иди, проваливай. Ну, народ, говорит Мишка, к нему со всей душой, а он тебя по матери. Хоть к такой-то матери сходи, язвит дядя Вася и понарошки замахивается ключом. Мишка пятится, озирается в поисках справедливости, но во дворе никого нет. Полдень, жара.